Глава Ненинского автономного округа Александр Цибульский встретился с членами Совета регионального общественного движения Ассоциация Ненинского народа ИСАВЭИ и Совета Старейшин. По его словам, сотрудничество в новом формате, ежеквартальные встречи и прямой диалог администрации округа с Ассоциацией ИСАВЭИ позволяет эффективнее решать проблемы, а их сегодня немало. Администрация округа и Ассоциация совместно прорабатывают комплекс мер для реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера НАУ. Ключевые направления – сохранение и популяризация ненинского языка, поддержка окружных хозяйств и семейно-родовых общин, обеспечение занятости, социальная поддержка коренных жителей округа. В пятницу мы с Александром Натальевичем встречались, обсудили ряд вопросов и договорились, что мы встретимся здесь, у нас в офисе, с нашим советом, с нашим советом старейшин, с нашими активистами. И наболевшие вопросы, какие-то, может быть, чаяния, и услышать из первых уст. В ходе встречи зашла речь и о качественном улучшении инфраструктуры национальных поселков Нельмин-Нос, Усть-Кара и Хривер. Несмотря на трудности, позитивная динамика их развития очевидна. В Нельмином-Носе начинается проект строительства новой школы-сад. И это еще не все. Средний этап – это культурный центр в Нельмин-Носе. Такое там красивое здание. Но строители говорят, что невозможно восстановить, придется строить, скорее всего, новый. Ждет новых инфраструктурных решений и самый удаленный от Нарянмара поселок Усть-Кара в восточном секторе округа. Активная жизненная позиция его жителей позволяет надеяться, что они не за горами. В Усть-Каре очень старый клуб. Именно там были. Похожий на сарай. Так ведь? И тоже хотелось бы, чтобы и дом культуры, и культурные центры был, спортивный комплекс. Или как-то там объединить это. Мне кажется, на отдаленной поселке надо обратить особое внимание. Впрочем, вспомнили и о позитивных изменениях в жизни населенных пунктов округа. Что у нас еще в хорошем? Баня. Да я же был у вас, я. Да, дизельная. Ой, как фу-фу-фу. Свет сейчас каждый день горит. И вот если чуть-чуть, на 30 минут они отключают, мы уже ворчим. Уже забыли те времена, когда неделями не горел свет. Так что вот это вот хорошо. Благодаря режиму ручного управления и кардинальному изменению схемы работы удалось решить проблему медицинских осмотров в населенных пунктах. По медосмотру мне казалось, что мы этот вопрос в этом году уже решили. И те бригады, которые прилетают в селы, там есть все специалисты, у которых можно пройти все медосмотры и получить все необходимые справки. Такая задача ставилась. И мне, по крайней мере, вот сейчас мы уже летали, нам уже жители говорили о том, что да, действительно, вот эти бригады полноценные, там есть все специалисты, и они получают все необходимые справки сейчас, когда они к ним прилетают. В округе возобновился проект по строительству жилья для оленеводов. Одна из самых актуальных проблем мононациональных поселков постепенно решается. В этом году начнется строительство восьми домов для оленеводов в Усть-Каре. По строительству жилья для оленеводов мы в этом году выделили деньги на строительство жилья. Сколько мы в этом году выделили? В этом году 24 миллиона на 8 домов. 24 миллиона. В следующем году постараемся чуть побольше выделить. Но программу сейчас будем продолжать, мы ее перезапустили, и она точно дальше будет жить. Ещё четыре дома планируется построить для представителей КМНС в Тиманском сельсовете. Вопрос создания дополнительных рабочих мест для жителей национальных посёлков на этой встрече её участники озвучили, сразу предложив вариант решения существующей проблемы. Речь шла об организации обучения тружеников тундры основам работы в сфере туризма. В завершении глава региона объявил о новом назначении в администрации. А я ещё забыл сказать, что я принял решение, что президент Есавея будет по должности являться моим советником. Участники встречи решили не только придерживаться намеченного плана, но и постоянно его корректировать в соответствии с требованием времени.